Время новостей на телеканале ПС. Расскажем самую актуальную информацию к этому часу. С вами Вадим Федосеев. Здравствуйте. Сегодня в законную силу вступили изменения в правила регистрации транспортных средств. Соответствующий документ был подготовлен МВД Российской Федерации. Изменения коснулись государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Одна из главных новаций – это упрощение порядка регистрации машин, у которых идентификационный номер съела ржавчина. Согласно приказу, сделать это теперь можно в любом регистрационном подразделении. Также при регистрации автомобиля водителям больше не требуется предъявлять полис ОСАГО. Сотрудники полиции смогут получать сведения о страховом полисе прямо из электронной базы. Кроме того, новые правила упрощают регистрацию транспорта для людей с ограниченными возможностями. Три человека погибли в результате ДТП в Котласе. Страшная авария случилась на Бултинском шоссе недалеко от перекрестка с улицы Толстого. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и на полном ходу врезался в стоящий на обочине МАЗ, груженный колесными парами для поезда. Удар был настолько сильным, что несколько колесных пар выпали из грузовика на крышу легковушки, раздавив ее. Водитель совершил выезд на полосу стоящего движения, затем на обочину. Произошло столкновение с грузовым автомобилем, стоявшим на обочине без нарушения правил дорожного движения. В результате данного дорожного транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2112. Чтобы достать тела, спасателям пришлось деблокировать двери смятого автомобиля. Водитель тягача не пострадал. Предположительно, причинами аварии стали плохие погодные условия, сильный дождь и туман. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата областного собрания Татьяны Седуновой, избирательная комиссия Архангельской области постановила передать депутатский мандат справедливо Росу Дмитрию Мильченко. Напомню, Пинежским районным судом Седунова была признана виновной в массовом заболевании детей в лагере Кучкас. Это и стало поводом для прекращения ее депутатских полномочий. Отмечу также, что кандидатура Дмитрия Мильченко на пост депутата областного собрания уже выдвигалась региональным отделением партии «Справедливая Россия» в составе списка кандидатов по единому избирательному округу. При проведении выборов в 2013 году. Тогда Дмитрий Мильченко был включен в региональную часть одномандатный избирательный округ номер 23. Архангельский краеведческий музей дал неформальный отчет жителям города о том, что изменилось в Новодвинской крепости за прошедшие 10 лет. Именно столько исторический объект находится в ведении музея. Желающих посетить крепость и увидеть изменения своими глазами было немало. Только от гостиных дворов стартовали два пазика и газель. Новодвинская крепость – это не Новодвинск. Вот главный посыл, который стремятся донести до всех и каждого работники краеведческого музея. Для этого здесь даже начали проводить праздник. Дату определили специально в преддверии Дня Святых Петра и Павла. В честь них здесь была освящена единственная крепостная церковь. Сегодня на ее месте стоит крест. Но главная причина – крепость Дельты Северной Двины была заложена по личному указу царя Петра I в 1701 году для защиты Двинского фарватера и Архангельска от ожидаемого нападения шведов. И атаки были, и защитники крепости с ними успешно справлялись. Закрыл Новодвинскую крепость другой монарх Александр II в 19 столетии. Позже на ее территории было промышленное производство. В 2007-м крепость, точнее то, что от нее осталось, передали Архангельскому краеведческому музею. С того времени на объекте проводятся противоаварийные археологические и реставрационные работы. Территория внутреннего двора крепости очищена от развалин советского периода. Это самое тяжелое было наследие. С 2012 года, вот уже пять лет, мы проводим регулярный праздник, День крепости. И, в общем-то, каждый год что-то новое на крепости происходит. Лето – лучшая пора для активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Однако многие из нас здоровому образу жизни предпочитают отдых на диване. А вот герои нашего следующего сюжета доказывают, «Лучший отдых – это спорт, даже если тебе за 50». Это видео о нестареющих душой и телом дамах преклонного возраста стремительно набирает популярность на просторах интернета. Мы верим твердо в героев спорта, а потому устремляемся в привокзальный район, чтобы отыскать локомотивов здорового образа жизни, тянущих за собой подрастающее поколение. Вот они, как заведенные работают на уличных тренажерах. В передовиках физкультуры – героиня того самого ролика Нина Анисимова. Каждый день в любую погоду дает отпор всяким там ревматизмам. Глядя на Нину Семеновну, и другие соседки стали приводить в порядок свое здоровье. Ларису Полякову раньше беспокоили колени. Нынче, при желании, может по лестнице через ступеньку подниматься. Надо заниматься, надо, как говорят, не отставать от жизни, быть физически таким крепким. А если вот так вот сидеть только, то ничего не будет. Хотя, как я говорю, мы стали заниматься, так совсем по-другому себя чувствуют. Сегодня самочувствие в компании «ДАМ» улучшает и ветеран спорта Алексей Филатов. Ой, прекрасно, как ощущение. Особенно вот это местечко прорабатывается. Работают любители физкультуры не только над собой. Такой пенсионер – детям пример. Личный пример самый положительный и в хорошем смысле заразительный. Самый страшный враг для нас – лень. И с этим врагом надо бороться, не поддаваться возрасту, быть все время радостным. Старости, как такого и нет. Есть стареющие мышцы, которые нужно держать в тонусе и все время их упражнять. Ну и хоть они и пожилые люди, но они должны тоже заниматься спортом. Поддерживать здоровье. Да. А ты сам-то занимаешься здесь? Да. Некоторые взрослые также хотели бы позаниматься. Да стесняются тренироваться у всех на виду. А вот герои нашего сюжета рассуждают так – стесняться придется, когда рубашка на животе не сойдется. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. День семьи, любви и верности в Архангельске стал поводом поблагодарить крепкие семьи с большим стажем, поздравить молодоженов, оценить творчество молодых семей. Подробности у Анны Рязановой. Полвека путь не утомил, мы друг от друга не устали. Я был любим и сам любил, и отрекусь теперь едва ли. Мы пережили все вдвоем, невзгоды, радости, печали. За всю ответственность несем и помним встречи на причале. Эти замечательные строки собственного сочинения Владимир Лупачев посвятил своей любимой супруге Валентине. Вместе они уже 50 лет. 10 июня пара отпраздновала золотую свадьбу. Познакомились они в кинотеатре, начали встречаться. Но через несколько дней молодому моряку Владимиру пришлось уйти в море на 4 месяца. Уже тогда он знал, что обрел надежный тыл. С моря сначала жена одна встречала, а потом уже с детьми, с дочерями встречала, а потом уже внучки. И вот когда швартуешься после рейса, вот в май мог себе швартовался, стоит жена, две дочери, две внучки. Пять женщин сразу. Это такое счастье, знаете, незабываемое. Не каждый это испытал. На городском празднике в честь Дня Семьи, Любви и Верности Владимира и Валентину Лупачевых чествовали вместе с другими семейными парами. Торжество прошло у стен Успенского храма возле памятника Петру и Февронии Муромским. Семья – это самое главное, что есть в жизни у каждого человека. Именно с ней связаны самые светлые и добрые воспоминания. Именно родные и близкие обеспечивают нам счастливое детство. А самые лучшие и надежные друзья – это наши родители. Обязательная часть этого доброго праздника – конкурс детских колясок «Мое первое авто». Полицейский экипаж имели на печи чудо-кошелёк, трактор попугая Кеши и цветочная фея. Фантазии родителей не было предела. А малыши в преображённых колясках с удовольствием позировали фотографом и телеоператором. 2017-й стал годом рождения семьи у 1090 пар Архангельска. Раз, два, три! Весь день на уличной сцене шла концертная программа. Романтически настроенным отдыхающим по душе пришлись прогулки по Ромашковой аллее влюблённых, которая раскинулась от памятника Петру и Февронии до Троицкого проспекта. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Итоги дня в 19.20 подведём на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь.